здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта и сегодня как ранее обещал проводил опрос голосования в своем телеграм-канале по поводу записи обучающего материала по теме разворотные паттерны разворотные фигуры ларри вильямса вот наш виновник торжества напомню кто еще не знаком с ларри вильямса это американский трейдер очень известный трейдерских кругах он заменит тем что 87 если не ошибаюсь или каком году он занял первое место по доходности на кубке робинсона это такой кубок трейдеров где трейдеры соревнуются на рынке фьючерсов акций форекс кто больше заработать течение года стартовый депозит 10 тысяч долларов и ларри вильямс заработал 11000 процентов получается он с 10000 долларов разогнал депозит до миллиона долларов там с копейками миллион сто если не ошибаюсь до этого был рекорд 1200 процентов если не ошибаюсь поэтому очень очень известный трейдер он и после того как он поставил такой рекорд он также ставил большие рекорды много процентов очень зарабатывал его принципе его дочь аналогично по его стратегии там через не помню там 10 лет или сколько лет там нет 10 чуть позже там она тоже занимала хорошие места на кубке робинсона тоже хорошие проценты зарабатывала поэтому в принципе можно повторить его успехи напомню он написал несколько книг одна из самых известных это долгосрочные секреты краткосрочной торговли ларри вильямса у него есть еще несколько книг я читал только эту поэтому советую его по желанию почитать книгу напомню я в прошлый раз где-то если если не ошибаюсь в прошлом году записывал аналогичный вебинар то есть я уже раз разбирал ларри вильямса у него есть несколько скажем стратегий одна из стратегий это ложный пробой у него называется ловушка специалиста на прошлом году я записывал и сравнивал метод ложного пробоя трех трейдеров это мой подход модельного трейдинга это герчика метод ложный пробой который из герчика и ларри вильямса метод ловушка специалиста напомню я обучался в герчика знаю его досконально скажем момент ложного пробоя как определить также в ларри вильямса много чего я изучал книги статьи семинары он про он проводит кстати также семинары я здесь сравнивал поэтому посмотрите я ссылочку у себя под видео дам на кто не смотрел данный обзор и на сегодня я хотел разобрать теорию разворотных фигур ларри вильямса то есть разворотные паттерны это довольно знакомые фигуры я думаю что некоторые из вас знают под другими названиями так далее да у меня аналогично есть похожие фигуры понимания то есть сказать что вот если подойти к рынке к рынку то на рынке одни паттерны есть да тут просто каждый трейдер по-разному их скажем называет вот я знаю лично что в герчика аналогичные есть фигуры да он их по-своему называет как видим ларри вильямса есть у меня есть да но вот эти все фигуры они чтобы их торговать мы сегодня к суть поговорим чтобы их торговать и нужно нужно знать определенные нюансы да потому что просто так имея фигуру можно попадать на много-много ложных скажем моментов и так сегодня я только не буду сравнивать со своей стратегии данного момента разворота фигур или с герчика да возможно я позже если вам интересно чтобы я сравнил конкретно герчика свой и лари вильямса я возможно в следующий раз запишу а сегодня конкретно кратко расскажу суть данных фигур лари вильямса и покажу примеры да что вам было интересно так итак данные фигуры можно торговать в принципе на любых там фреймах я сегодня конкретно буду разбирать на дневных там фреймах примеры с помощью этих фигур можно определять развороты трендов до торговать среднесрочно краткосрочные моменты я уже не очень использую скажем но это на мелком там фрейм мне рынок более интересное среднесрочное его определение диапазоне там несколько недель несколько месяцев в таком формате до года таком бывает и фигуры некоторые разворот делают и на от 23 в чем заключается суть суть данных фигур вот примеру первым то есть они имеют в принципе одну и ту же суть но под разной интерпретации там обновление хая или не обновление хая да или там low минимум да вот примеру фигура разворота вот левый столбик да вот две фигуры и правый столбик вот левом столбике идет нисходящий тренд да вот здесь так давайте я буду рисовать чтобы было так лучше вам понятно смотрите идет нисходящий вот этот тренд идет нисходящий тренд в какой-то момент этот тренд любой тренд делает коррекцию да коррекцию и дальше после того как тренд сделал коррекцию он может идти на продолжение падения до условно но если в нашем случае рынок пошел на движение вниз и не смог условно обновить вот этот минимум предыдущий а начал двигаться и тестировать предыдущий максимум то вот этот максимум предыдущий максимум коррекции да и начинает его пробивать то есть здесь можно это интерпретировать что здесь происходит разворот вот этого нисходящего тренда который у нас присутствует по данному рынку и торговать в данной точке на пробой там уже можно по факту допустим герчик торгует на пробой можно ждать закрепление выше и уже зеркально торговый там же есть несколько моментов и их торговли и покупать данный инструмент ну там с разными целями конечно нужно понимать что здесь может произойти ложный пробой и цена тоже может уйти вниз поэтому при торговле любого паттерна любых торговых рекомендаций всегда используйте защиту риск менеджмент пример 2 снизу то же самое идет нисходящий тренд прошла коррекция эта коррекция закончилась тренд снова пошел вниз обновил минимум предыдущий и условно начал корректироваться и условно примеру не пошел дальше вниз а начал начало сильно корректироваться и подошел к предыдущей точки коррекции окончания коррекции и при пробое данного уровня у нас есть возможность слома вот этого нисходящего нисходящей тенденции это может быть как среднесрочная тенденция долгосрочная так может быть краткосрочная условно вот на таком формате смотрите идет восходящий тренд и потом у нас условно идет коррекционный тренд да и у нас идет от пробой вот этого уровня на вот коррекции и дальше цена уйдет вверх по тренду я со своими учениками данные моменты прохожу потому что у меня в принципе вот если смотреть polar you williams а то я с ним с его принципе стратегиями ознакомился давно ногу я так вскользь его просматривал там другие моменты потом когда я разработал свою стратегию и когда я уже хорошо понимал рынок ну я дополнительно всегда развивался и развиваюсь изучал и герчика то есть я и раньше его изучал и дальше я в принципе видел аналогичные моменты что у меня что в герчика дальше то же самое лари вильямса когда я начал более детально его стратегию изучать и понимать всегда интересно скажем что-то новое узнать улучшить свою стратегию смотрю что у нас очень похожие и этот момент мне давал больше уверенности в моей стратегии потому что я смотрю от ребята аналогично торговали и вот я помню когда был на своем последнем семинаре герчика и когда он рассказывал эти моменты с пробоями я смотрю думаю блин у меня аналогично только мне он там пару пару нюансов еще подсказал еще уверенность появилась том понимании что я в правильном направлении двигаюсь поэтому у меня есть свой свой подход ну и параллельно я со своими учениками кто желает мы изучаем герчика на пробой ложный пробой аналогично лари вильямса изучаем ловушку специалиста его метод ложного пробоя и разворотные фигуры там у него есть еще несколько стратегии но конечно я по минимуму то что похоже к моей стратегии другие с момент они не трогать то же самое вот по примеру вот этих разворотов то же самое это все зеркально вот суть я рассказал очень все просто давайте прежде чем мы перейдем к примерам вот смотрите вот здесь есть очень хороший пример давайте так увеличу вот вот к примеру вот здесь очень хороший пример давайте это это скрины с его книги с его книги вот примеру то что я рисовал идет восходящий тренд вот у нас коррекция да коррекция здесь был пример на продажу он сначала там нет не сработал до когда мы пробиваем вот этот минимум дальше дальше он сработал до локально и вот смотрите был первый откат мы не пошли вниз и начали пробивать вот такие моменты я очень люблю торговать в сторону тренда то есть вот именно по вот этому примеру особенно мне нравится торговать вот что ларри вильямса что у меня аналогичный подход контр трендовые такие глобальные я сейчас покажу по золоту по серебру несколько примеров поэтому вам будет интересно то есть вот то же самое вот это заберу рисовал q вот здесь аналогично когда идет такой более сильных здесь у нас идет тренд да то есть пошла сильная коррекция 1 2 смотрите здесь идет более глубокая коррекция здесь более мелкая коррекция здесь идет вариант с разворотом то есть вот этого глобального тренда когда идет локальный откат но каждый тренд имеет свои откат и при пробое вот этого отката то есть мы ловим точку входа на разворот то есть это если брать скажем такую суть объяснять то есть его подхода но самое главное вот именно когда вот на этом уровне да вот нас есть уровень вот так да вот здесь когда идет пробой в данной точке вы здесь самое главное почему потому что здесь может быть много ложных моментов когда вот рынок идет вот таким такой штучкой да и начинает там несколько ложных моментов делать и вы здесь много стоп-лосса получаете или где-то идет запил самое главное это понять как здесь происходит в этот пробой или там закреплением и как чтобы не было ловушки допустим с тем же примером вот как я показывал когда идет вот откат и может ценаж уйти дальше вниз не уйти на пробой на вот здесь вот я ребята обучаю как понимать что здесь скорее все будет пробой вот это самое главное примеру давайте посмотрим на реальные графики вот кстати еще раз напоминаю посмотрите 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 мой предыдущий разбор так вот примеру смотрите по по золоту по золоту посмотрите золото эти примеры работают как на рынке акции так на рынке фьючерсов так на рынке forex то есть без разницы смотрите идет нисходящий тренд вот . отката потом здесь есть еще здесь есть крупный вот пробой вот этого отката смотрите видите вот здесь можно и закреплением зеркально травать а есть еще мелкие его здесь смотрите видите вот этой точке из два раза можно крупно а те чуть-чуть увеличу чтобы вам было лучше видно вот вот этот пример смотрите если мы берем вот разворот вот этого тренда вот раз здесь очень красиво и разворот вот этого более крупного паттерна вот смотрите или на пробой или вот здесь уже зеркально то есть вот без разницы так то же самое здесь вот смотрите это уже коррекционный тренд вот такие такие я очень люблю сильно потому что они вот у нас вот здесь у нас же здесь тренд присутствует до тренд и пошел коррекционный тренд смотрите коррекционный тренд вот волна отката вниз и пробой вот пробой вот вот это вот этой точке то же самое смотрите вот здесь красивый разворот по золоту вот такие вот 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 этот паттерн очень очень сильный здесь еще пару фишек которые показывают на усиление усиление данной модели у меня есть эта модель называется зеркало контр тренд усиление то есть модель которая у меня есть основная и она усиливается зеркало здесь просто 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 красивый пример вот недавно даже вот если брать серебро по серебру какие я недавно торговал примеры вот вот смотрите вот этот момент один из недавних кстати то что я сейчас показываю в принципе можете смотреть мои обзоры и кто помнит то уже давно смотрит за моими обзорами на битве аналитиков это было в прошлом году летом 23 года вот здесь я советовал покупать серебро и золото смотрите раз два три и потом мелкая раз волна 2 и вот здесь на пробоя работал то есть я здесь не с пробоя работал я работал по своей стратегии но суть то что ларри вильямса вот вот этот максимум мы пробиваем здесь был сначала ложный пробой мы еще раз вернулись здесь была модель накопление такая что указывала на возможный разворот вот этого нисходящего тренда ему принципе смотрите как красивенько сходили наверх по по серебру так какие еще примеры где-то конечно бывает вот так выносят по несколько раз как вот здесь так давайте что там еще есть но это пример по нисходящему тренду то же самое да вот в принципе когда у нас идет нисходящий тренд или разворот тренда вот примеру вот здесь вот это то что я показывал только что по серебру вот вот пример то что я как раз торговал на разворот или вот этот момент или вот этот момент то же самое вот у нас есть уровень здесь несколько раз его тестировали то есть такое бывает и здесь самое главное понимать суть потому что вы можете просто себе видеть как бы ну есть просто фигура на вот должны ее пробить обязательно бывает пробивать с первого раза бывает несколько раз и вы уже начинаете сомневаться как она пойдет не пойдет какой риск ставить куда стоп лосса прятать и и так далее какой потенциал хода когда разворот тренда здесь много-много у вас будет возникать вопросов поэтому чтобы вот эти все нюансы скажем дополнительно понять это я уже есть принципе ларри вильямса в книге вот эти все свечный набор у меня есть свой личный до авторский поэтому я его применяю в этом подходе хотя вот я живу то есть мой подход ларри вильямса герчика не очень-очень подобные на именно на на разворот вот таких моментов у меня есть еще дополнительные моменты так вот пресс пример с вот этим разворотом давайте посмотрим по по золоту вот у нас идет восходящий такой тренд там идет с волнами раз и пробой вот этого вот этого минимума первого да и смотрите здесь очень красивая была точка входа на шорт и мы здесь пошли на достаточно сильное снижение вот тоже самое у нас первое такой идет откат мощный да потом коррекция и на пробой вот этого минимума здесь очень 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 красиво вот тоже самое здесь смотрите так давайте так чтобы было лучше видно вот тоже самое смотрите раз вот эта точка первая мы ее раз пытались пробить второй раз и потом только с третьего раза закрепление вот у нас вот эта точка очень важная на рынке то же самое смотрите 1.2 и пробой да здесь сложным было то есть как я же говорю я вот здесь кстати в девятнадцатом году ловила разворот по золоту то есть очень хороший был пример здесь дополнительно и поджатие и все такие моменты но нужно понимать с одной стороны это кажется все легко но самое сложное то что как раз в чем заключается трейдинг вот как раз я сейчас такую цитату вам скажу ларри вильямс он сказал что на рынке не нужно большого умения в принципе то что я сейчас рассказала такая база краткая да понятно что еще нужно изучать детально примеры учиться какое-то время да чтобы более хорошо понять и и плюс не только вот эту базу еще нюансы и так далее но сказал ларри вильямс на рынке не нужно большого умения нужно только желание терпеливо дожидаться сделки и смелости их заключать то есть вот самое важное это терпеливо дожидаться сделки потому что если смотреть вот на графиках то здесь есть много времени когда не нужно торговать вот если брать ну я беру там крупный там фрейм на на дневках то есть много времени когда вы просто находитесь вне рынка и выжидаете а проблема большинства трейдеров в том что они не могут выжидать начинают там что-то искать какие-то другие инструменты пытаются все время находиться в рынке вот с этим нужно работать в этом есть и сложность за счет этого рынок и работает поэтому здесь нужно нужно сильно учиться в этом когда нужно ждать это как охотник до который был вышел на охоту когда он встал себе на какую-то точку и ждет можешь ждать весь день неделю-две когда его жертва скажем будет проходить мимо вот вот трейдинг он в принципе такой да можно если у вас такой темперамент когда вы хотите более агрессивно торговать можно на более мелком там фрейме там на часовиках на 15 минут как там будет больше точек хода я лично скажем на текущий момент опыт у меня так скажем практически можно сказать 15 лет мне такие краткосрочные моменты не интересно уже для торговли конечно есть ученики которым это интересно я им рассказываю показываю как я больше к среднесрочному трейдинг на такому инвестированию то есть я уже больше к такому подхожу да когда мне интересно словить движение там хотя бы там на неделю на 2 да вот вот это мне интересно там понятно что на более длительные движения тоже интересно но такие движения внутри дня где-то словите но мне скажем уже на текущий момент не интересует и самое главное то что когда вы как трейдер пытаетесь вот внутри дня много сделать делать много ошибок получается и там уже психология немножко шалит и тильт включается поэтому минимум сделок меньше ошибок вот в таком формате хорошо на этом закончим я кратко хотел сегодня просто кратком рассказать кинуть кость чтобы вы поняли суть дальше читали книгу или обращались ко мне чтобы более детально это все мы разобрали с вами если вам интересно чтобы я сравнил примеры ларри вильямса свои примеры модели и модели герчика на пробой то в принципе пишите в комментариях если интересно я в следующем следующий вебинар запишу вот сравнение да как прошлый раз я записывал по ложным пробоем аналогично сделаю по разворотам таким герчика ларри вильямса и свой то есть как я понимаю я знаю как герчик торгует как ларри вильямс его примеры и свои примеры поэтому будут у вас вопросы еще какие-то возникать дополнительные на сайте моего проекта кухта капитала есть информация по закрытому каналу по обучению трейдинга по курсу инвестор пишите пишите мне telegram всем пока всем удачи если вам понравилось видео ставьте лайк пишите комментарии пока до свидания